МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сфере общего образования Министерства образования Республики Крым и Валерий Дива, многодетный отец, до 25-го числа еще два дня, а последние звонки уже отзвенели. Все-таки традиционно принято считать, что 25 мая последний звонок. Почему 22-го, 23-го? Почему вразнобой и не 25-го традиционно? Главная причина здесь заключается в том, что завтра уже начинаются экзамены. В 9-м классе завтра состоится первый экзамен. Школы нужно подготовить, потому что экзамены с каждым годом становятся все более технологичной процедурой. Именно поэтому в этом году Министерство образования, науки и молодежи не фиксировало однозначно дату проведения последних звонков. И по согласованию с органами управления образования городов и районов установили... То есть администрации школ сами решали? Не администрации школ, а управление или отделы образования в городах и районах. Подавляющее большинство школ провело линейку сегодня. Прошла организованно, очень торжественно и одновременно очень тепло. Один из самых радостных праздников. Валерий, скажите, ваши дети, у вас их 15, если я не ошибаюсь, тоже участвовали в торжественных линейках, посвященном последнему звонку? Ну, эти вопросы к нашей семье как бы не относятся, потому что мои дети не ходят ни на какие линейки, они ходят на такие мероприятия, ну они на уроки не ходят, не ходят на мероприятия, где вот как бы, знаете, ну, как стадо согнали всех и диктуют, что нужно делать, стать смирно или там говорить кому-нибудь, кому не говорить. Это их позиция или ваша? Ну, это, конечно, позиция наших детей, но дело в том, что мы очень любим своих детей. И у нас есть такой подход, в первую очередь, считаться с мнением ребенка. Когда ребенку говорят, так, ты пойдешь в школу, так, ты будешь учиться, ты будешь делать, ты пойдешь в институт. Это насильственное уже отношение к своему ребенку. У нас немножко другое отношение к детям, и я думаю, что это нормальное отношение. То есть так должны вообще все родители считаться со своим ребенком. Почему? Потому что по кону природы каждый человек индивидуальность. И вот если вы не видите индивидуальность своего ребенка и пускаете его в стадо, где его делают таким же, как все, то есть готовят практически рабов для вот этой системы, понимаете, рабское. У нас сегодня рабская система, где людей заставляют вот ходить с троем, делать вот так, всем жить по таким правилам. Валерий, у меня тогда в таком случае вопрос. Вы сидите здесь вместе с нами. Я сижу, Ольга сидит, стадо баранов. И вы здесь точно так же в этом стаде находитесь. Вы ходите так же, как обычные люди, имеете две руки, две ноги, голову. У нас всего трое вообще. Вы не знаете, что в классах по 30 человек, а в школе тысячу человек. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, дело в том, что, понимаете, вот вы сейчас три человека сравнили со стадом. Вы уже не правы. То есть люди очень часто бывают необъективны. Валерий, я следовал вашей логике. Вы называете детей, которые ходят на линейке стадом. Как это? Потому что в классе больше 30 человек, и заходит преподаватель, он не в силах, это нереально, уделить каждому внимание. Каждый человек индивидуальность, я уже об этом сказал. Ольга, действительно, педагоги наши не в состоянии уделить внимание всему коллективу? Времени 45 минут. Разделите на 30 человек. По минуте что? Вы думаете, что ребенку минуту нужно уделить во время урока? Вы знаете, существует столько педагогических методов, столько приемов, которые позволяют решить задачи, которые поставлены на уроке. И мастер-педагог, и педагог, который хочет этому научиться, он способен дать знания и уделить внимание. Пусть не на каждом уроке каждому ученику, но в итоге... Это все слова. Обучение формальное, отношение к детям формальное, поэтому и дети, в общем-то, не понимают, а когда, а кто ему лично уделит внимание. И вот в нашей семье это присутствует, что мы видим каждого ребенка, мы его индивидуальность видим, мы его потенциальные возможности видим. Вот представляете, у нас в семье наши дети, родные, все разные, все очень индивидуальные. И поэтому отдать своего ребенка туда, где с этим не считаются... Валерий, честно говоря, я думал обсуждать темы ЕГЭ, наверное, экзаменов, выпускников, но понимаю, что все-таки, наверное, мы уйдем от этого формата, и сейчас будем импровизировать, потому что действительно затронули такое очень специфическое направление. Валерий, ну вот смотрите, есть родители, вот в данном случае вы, вы обучаете своих детей, вы видите в них индивидуальность, каким-то образом пытаетесь ее развить. Развиваем. Это правильно, да. Слушайте, у меня тоже есть дочь, я тоже ее вижу индивидуальность, я точно так же с ней занимаюсь дополнительно абсолютно, и точно так же пытаюсь ее развить. Что плохого в том, что еще педагог, человек с профильным образованием, который понимает специфику, тоже в нее вкладывает. Разве это плохо? Педагоги все, я вам говорю, получают не то образование, которое должен получить педагог. То есть они не умеют даже объективно мыслить. И вот он заходит со своим предметом, он его просто должен почитать, он должен его просто доложить детям. Он даже не пытается понять, а поняли ли его дети. А вот этот, а вот этот, может быть вот этот понял, а вот этот нет. Ему наплевать на это. Он просто отрабатывает свои часы формально. И это никто не оспорит. У вас педагогическое образование? Да, у меня педагогическое образование. Но вот мне просто интересно, вы делаете такие утверждения, в то время, как ваши дети никогда, я так поняла, не ходили в школу. Откуда же вы знаете о том, как ведутся уроки в школе? Извините, я сам педагог, я сам учился в школе. Моя жена тоже училась в школе, она тоже педагог начальных классов. Мы сейчас своим детям отдаем свои навыки, свой опыт, свои знания. Но кроме этого, я изучил 108 конов природы, которые относятся к человеку. Где есть все для развития человека. И вот сейчас от земского движения я формирую уже по мандату, все законно. Вот формирую Министерство развития человека. Я назначен министром этого министерства. Кто вас назначил? Ну, земское движение. Народ назначил. Я первый народный министр. Вот я когда с Натальей Георгиевной общаюсь, она, понимаете, не принимает это. И никто, государственные органы, не признают земское движение вообще каким-то государственной позицией. Но это народная позиция. И вот мы задумались о том, чтобы было Министерство развития человека. И потом оно будет в государственном плане. Валерий, вот смотрите, просто это логично, когда существует единая государственная система. И двоевластие, в принципе, оно, наверное, плохо сыграет. Ну, послушайте меня. Вот вы министр, да? Да. Затем у вас министерство расширится. Да, вот представим такую утопическую ситуацию, там, футуристическую, да? Расширится, да? Затем вы создадите иное министерство. Министерство образования у вас также будет. Потом точно так же создадите школу. То есть вы точно так же развиваетесь, как общество развивалось до. Смысл? Александр, вы сейчас вот сказали словосочетание такое. Министерство образования. Вот человек пусть с министерства образования услышит то, что я сейчас скажу. Образование чего? У меня министерство развития человека, услышьте. И министерство образования. Все. Образование чего? Вот если бы оно называлось министерство образования знаний, я бы еще тогда бы, может быть, своих детей и отдал бы туда. Но если там просто, понимаете, вот так вот обрублено министерство образования. Образование чего? Я спрашиваю у министров, я спрашиваю у замов. Образование чего, друзья? Они знают чего, потому что это все примитивная позиция. Вот загнать туда детей наших, чтобы превратить из них стадо, которое будет потом служить властям. Понимаете? Нет идей инициировать какие-то законодательные движения насчет переименования министерства образования в... Ну, я считаю, что это далеко не приоритетная вообще задача. А что касается переименования министерств, я думаю, не столь результативный процесс. А вот что я хотела бы сказать, ведь та форма получения образования, которой пользуетесь вы в вашей семье, она ведь вполне приемлема и достаточно распространена. Образование на дому, по сути, да? Конечно. Есть формы обучения на дому, когда ребенок обучается по состоянию здоровья или по каким-то другим показаниям. И к нему ходят учителя. Валерий, вы придерживаетесь общепринятых норм образовательных программ, которые существуют у нас в республике, в стране в целом? Ну, если вы хотите, чтобы я был откровенным, чтобы я искренне с вами общался, то, понимаете, все это опять же настолько формально, что мы пошли на компромисс. Когда мы первую пятерку своих старших детей вообще не водили в школу и вообще игнорировали эту программу, все, то министр с нами поговорил однажды и очень попросил, чтобы не имели к нему претензий с Москвы, до этого с Киева. Давайте пойдем на компромисс, Валерий, чтобы мы не ругались, чтобы мы не ссорились. Это в каком году было еще? Это было еще, скажем, 10 лет назад. Ну, еще Украина была. Но сегодня то же самое, понимаете, я иду на компромисс, чтобы не ругаться ни с кем. И мы берем вот эту позицию на дому. Ну, раньше только инвалиды на дому занимались. Сегодня есть такая позиция, да, экстернат. Но мы берем программу школьную и ни в коем случае ее не даем детям. Потому что это как взять отраву. А как они сдают экзамены? Они же должны сдать экзамены. А вот они вот так и сдают. Представляете, он пришел на экзамен, ему говорят, вот такая-то тема. Он пишет. Если даже он не сдал, пересдача. На пересдаче ему говорят, вот это перепиши, пожалуйста. И все. Но я не буду открывать все карты, но вообще я вам говорю, что не только мои дети, но все, которые не сдают, на пересдаче все сдают. Потому что им нужно отчитаться тем же директорам школ. Что, понимаете, вот все нормально. И министерство не вникает в эти дела. А вы знаете, что 50% или больше дети вот так сдают и потом учатся, идут дальше куда-то в институты. Так же институты заканчивают. И вот такие у нас специалисты в стране. Понимаете, я не знаю за другие страны, но у нас много людей, являющихся специалистами, имея дипломы, имея лицензии, все что угодно. Потому что в нашей стране все покупается. Да не только в нашей стране. Все покупается. Должности, титулы, звания, позиция. То есть должности. Представляете, это ужас. И я вот нормальный человек, не хочу в этом участвовать. Ольга, ну вот Валерий-то глаза открывает на такие основополагающие истины. Да, не открывает он глаза. Это абсолютно субъективное мнение. И то, что Валерий называет экзаменами, это очевидно промежуточная аттестация, которую его дети сдают в школе для того, чтобы подтвердить обучение за какой-то класс. Ну вот у Валерия в этом году ребенок сдает ОГЭ, и я не знаю, кто вам собирается дать списать эти экзаменационные задания. Ольга Андреевна. Ольга Андреевна, нам, родителям и нашим детям, начхать на все ваши дипломы, на все ваши свидетельства об образовании, так называемые. И на аттестаты, да? Начхать, представляете? Потому что они в этой жизни будут человеками, а не какими-то, понимаете, рабами с бумажкой. И причем мои дети ни один не воспользовались. Вот у них есть вот эти аттестаты, они никогда нигде не воспользовались. Вот старшая дочка захотела стать парикмахером, есть курсы на парикмахера, да? Туда нужен паспорт и деньги. Показала паспорт, заплатила деньги, ей после обучения выдали диплом уже, ни разу не сидя в классе ни в одном. Представляете, да? И вот она специалист, вот она стрижет людей. Что она потеряла в этой жизни? Она выиграла очень много времени, работая над собой. И она уже плела косички младшим сестричкам. Как я вам благодарна за эти слова, если бы вы только знали. Вот как вы сейчас успокоили тех родителей и тех выпускников, которые имеют слабую подготовку и которые боятся, что они не сдадут экзамены и не получат аттестат. Вы сейчас их просто успокоили. На этом жизнь не кончается. Можно получить рабочую специальность. Можно получить такую специальность. Поэтому нужно успокоиться всем перед экзаменами. Нормальные институты не нужны. И кто владеет знаниями, хорошо их проявить. У кого их, к сожалению, недостаточно. Валерий, у меня просто другой вопрос. Для чего тогда нужна в принципе эволюция? Для чего нужен прогресс, развитие? Если нормальному человеку не нужны институты. Откатиться назад, не нужны фабрики, заводы. Не нужна одежда. Но вы в пиджаке, в студии. Конечно, не всем это нужно. Но дело в том, что, понимаете, каждый человек индивидуальность. И он может наукой заниматься. И если кто-то из моих детей захочет заниматься... А если захочет стать физиком-ядерщиком? Пожалуйста. Он может в любом возрасте... Ломоносов, знаете, в каком возрасте начал заниматься в институте? В раннем. И в 30 лет начинает заниматься. У меня есть знакомая в Симферополе, которая в 80 лет поступила в университет и сделала еще одну себе специальность. Понимаете, да? То есть это обучение никогда не поздно. Но должно быть желание у человека. И если, как вы говорите, химия, физика, и мой ребенок какой-то захочет заниматься, пусть занимается. Сейчас же в интернете любая информация. Все, что хотят. Не надо в библиотеки ходить. Нажал на кнопочки. Ну как? А они как стадо будут в интернете рыться? И вспоминая ваше сравнение в начале программы. Очень быстро найдут всю информацию подробно. Подробнее, чем в книгах где-то. Потому что там сейчас уже объективная информация со всего мира в интернете заложена. Но обучение вот таким дисциплинам специфическим, как физика, химия, математика, это не просто поиск и получение информации. Это умение решать задачи. Умение логически решать поставленные задачи, решать проблемы, создавать проекты. Используя на работанные уже формулы и знания. Я недавно почитал в этой программе, потому что моим же детям дают тоже. Я иногда почитаю, но смотрю эту программу, потому что мы с Дианой решаем все за них и сдаем туда. Это страшно даже ребенку давать в руки. Один из пункта А идут, другие им навстречу. А две трубы, а водоем. Понимаете? То есть это ужас, какие условия задачи. Валерий, какие задачи вы своим детям задаете, о чем рассказываете? У нас школа жизни. У нас дети знают, что такое кон природы. Они знают, как работать с солнцем. Они знают, как работать над собой, чтобы не болеть, не стареть и не умирать раньше времени. Господи, я сейчас понимаю, какой я не образованный, Валерий. У меня, да, естественно, я любую сейчас с институтским образованием посажу в лужу, потому что он не знает ни одного кона природы. Он не работает над собой, он не живет в полноценном ритме. Вот мне 65 лет, я себя чувствую на 30 лет. Много ли таких сегодня в обществе? Очень мало, я вам сразу отвечу смело. Понимаете? Я хочу, чтобы таких было больше. А много ли в обществе таких, как Валерий, которые обучают своих на дому вследствие тех или иных причин? Вы знаете, вот я сказала об обучении на дому, но это обучение, в котором участвуют учителя школьные. А есть действительно вот такие формы обучения, получения образования вне образовательной организации. Это семейное обучение, допустим, до 9 класса. И после 9 класса, в 10-11 человек, который такое решение принял вместе со своей семьей, может получать самообразование. Уровень образования, если сравнивать, допустим, вообще образовательные школы и тех людей, которые обучаются на дому? Здесь все очень индивидуально. Есть очень сильно подготовленные ученики. И, к сожалению, есть большая масса. Я сужу сейчас именно по результатам, которые они показывают на экзаменах. А большая часть, к сожалению, подготовлена слабее, чем те ребята, которые учатся в школе. Но такие формы есть и в Крыму на сегодняшний день. Вот по статистике, которую мы получили в этом учебном году, около 600 человек обучаются на семейном образовании. И около 200 на самообразовании. Старшеклассники, пожалуйста. Но единственное, для того, чтобы им все-таки получить документы в образовании, они должны в школе сдать промежуточную аттестацию, быть допущенными к экзаменам и пройти экзамены. Ольга Андреевна, у вас есть свои дети? Есть. Сколько? Один. Сын, физик, кандидат наук, отец двух детей. Ну, прекрасно. То есть вы всегда были не против того, чтобы он стал физиком, чтобы он вот закончил институт, потратил на это время, да? Ну, это хорошо, что сын. А вот представляете, дочь, то же самое не возражают родители, чтобы она занималась институтом, заканчивала, чтобы она вот... А чем должна заниматься девушка? ...карьеру делала. А это же не назначение женщины в этой женщине. Вот даже Ольга Андреевна, она же большую часть своего времени потратила не туда, понимаете? И сегодня у нее один ребенок. А моя Диана в свои 46 лет выглядит на 20 лет, родив 12 детей, понимаете? Потому что у меня 15 на двух. Валерий, ну вы говорите, код человека, да? Но не мужчины и женщины в отдельности. Это как? Сейчас каждый определяет, чем он хочет заниматься. Здесь тоже есть различия очень серьезные, понимаете? Раньше были отдельно вузы или там, не знаю, гимназии для женщин, для девочек, да? И для мальчика. То есть как-то разделяли. Больше мальчикам уделяли внимание мужчинам. То есть в гимназии можно обучаться? Нет, но раньше я говорил о том, что все-таки как-то разделяли девочек и мальчиков. Они хоть как-то там на балах встречаясь, начинали проявлять себя соответственно. А сегодня почему у нас, понимаете, уже и голубые, и розовые, какие угодно? Потому что все смешаны в школе, они не видят этой разницы. Мы у наших девочек и мальчиков воспитываем это с детства тоже, понимаете? Мы прививаем девочки быть будущей женщиной, мальчиком, будущими мужчинами. И вот мои дети, я вам честно скажу, без всякого хвастовства, это будут шикарные, прекрасные жены и прекрасные мужья. Вот мы все для этого сделали. В школе на это акцента нету. Там, понимаете, просто я же говорю, смешали мальчиков и девочек. Может, мальчик дернуть девочку, не задумываясь там за что угодно. Может, девочка обозвать мальчика как угодно. То есть это все не педагогично, это все неэтично, это ненормально, некорректно, понимаете? Так обучать вообще наших детей. И вот это быдло потом, это стадо заходит в эту жизнь. И что они знают? Валерий, вот смотрите, вы сейчас громко там оскорбляете, да, условно, там, детей. Я оскорбляю. Да их все так называют. Хорошо. Вот вы говорите о том, что... Вышестоящие органы их так считают. Да, ну я не слышал. А вот моего ребенка никто так не обзовет, потому что он его сразу поставит на место. Кто он? Мой сын или моя дочь никому не даст себя оскорбить нигде и никогда, и не унизить не даст. А здесь приходят после института куда-то к какому-то шефу. Это вопрос человеческой гордости. Он унижает, как хочет этих людей, потому что они к этому привыкли. Послушайте, вы вот говорите стадо и прочее, и третье и десятое. А вот ваш ребенок, допустим, он придет, да, уже будучи взрослым, к примеру, придет в эту жизнь, иную, отличную от той, которую вы ему привили. Да, может даже навязали. Я не упринял. Ни на чем не настаиваю. Я его выбрал. И что? И что он будет делать в обществе? Вы знаете о том, Александр, что я с первого класса, вот с этого возраста первого класса, я веду детей в школу. Я им показываю школу. Я же часто выступаю в школах. У меня свой театр, чудес. Я с представлениями выступаю в школах. Я беру с собой детей маленьких. Я им показываю. Они видят, как там на переменках сбивают друг друга с ног. Понимаете? Они видят. И они потом говорят, пап, можно я больше не пойду туда? Папа, можно вот избавь меня от вот этого ужаса? Понимаете? То есть дети получают шок. Мои маленькие дети. А взрослые тоже приходят мне помогать, когда вот я выступаю в садиках или в школах. Они говорят, пап, как ты все это выдержишь? Так представьте, какой шок они получат от взрослой жизни. Они же, по сути, будут асоциальны. Нет, они просто в этом участвовать не будут никогда. А где они? Будут жить отдельные коммуны? Они будут иметь свое... Нет, вы знаете, мои дети, когда вырастают, они выступают так же потом. Но он четко знает, что он на сцене, а вот там, понимаете, зритель. И он не в них... Зритель, это который стадо? Да, вот это стадо зритель. То есть как вы можете относиться так к зрителям? И он, работая на них, вдохновляет их быть лучше. Он дарит им радость. Понимаете? Он просто не там, не участвует. Но он уже и просветитель. Потому что мои дети иногда и рассказывают много интересного. И показывают упражнения, что делать, чтобы не было инсульта, инфаркта в течение дня. Понимаете? Они становятся на позицию просветителей уже вот с молодости. Ольга, может я что-то не понимаю? Действительно, Министерство образования, Министерство просвещения или как там сказать? Но вот такая позиция Министерства образования... Как оно относится к такой позиции? Знаете, мне кажется, что вот эту миссию быть просветителем, вдохновителем и отделять себя... Кому-то нужно это делать. Безусловно. Но при этом отделять себя от тех, кого ты хочешь вдохновить или просветить, или наставить, ни в коем случае нельзя. Вы знаете, это не отделение. Это просто, понимаете, каждый находит свою роль в этой жизни. Если вы хотите быть в стаде, идите в стадо. Никто не запрещает, и я, как говорится, не говорю, не идите. Я просто показываю, что есть сегодня. И вот мои дети не готовятся в стадо. Они там не будут никогда. Вот вы говорите про свою дочь, которая окончила курсы парикмахера. Другие девочки тоже занимались на этих курсах? Нет, другие у меня... У нее же персон... У нее был... Нет, я говорю про... А, другие девочки? Да, конечно. На тех же курсах. То есть, по сути, она пришла в это же стадо. Ну там уже они не сидят и не слушают всякий маразм. Они по специальности получают информацию. Они учатся чему-то. И там специалисты их обучают. Поэтому и существует, если я не прав, Ольга, поправьте меня, вот существует система образования, школы, институты и прочие учебные заведения. И есть семья, где прививают это все, все эти нормы, о которых вы говорите ранее. Как? Времени нет. Он приходит со школы, я иногда вижу этих детей. Но это вопрос к родителям. Я думаю, нормальные родители всегда найдут время. Они приходят в школу, и я вижу этих детей. У него нет времени даже с моими детьми пообщаться. И они плачут, говорят, папа, пойдемте к Диве, пообщаемся. Я хочу с его детьми пообщаться. К нам очень многие приходят. У меня есть комната разгрузки, у меня есть условия, у меня есть двор большой, сад, где дети бегают, прыгают, катаются на успехах и так далее. Песочница есть. То есть, и дети с удовольствием общаются с моими детьми. Валерий, я благодарю вас, Ольга. Хотелось бы подытожить, все-таки начали с этой темы, давайте и закончим, касательно образования. Те, наверное, нюансы в образовании, которые есть на сегодня, которые хотелось бы исправить, учитывая, что Крым все-таки всего лишь 5 лет в Российской Федерации. Да, и пришлось переходить, так сказать, в новый формат образовательной системы. И немного о ЕГЭ, насколько крымские школьники готовы. Вы знаете, а мы вот за эти 4 года, и вот 5-й год, а мы уже интегрировались в систему российского образования. Сделали очень много. Это упорная, кропотливая работа, целенаправленная. И вот сейчас, в этом году, когда все будут, как и все остальные школьники Российской Федерации, сдавать ЕГЭ как обязательную форму прохождения экзаменов, вот мы и увидим результат нашей работы. Мы уверены в своих детях. Мы уверены в наших педагогах, которые будут проводить эти экзамены, потому что мы очень упорно над этим работали. И мы готовили детей не только по учебным программам, мы готовили ребят психологически. Это и пробные экзамены, это встреча с выпускниками прошлых лет, успешными, которые помогали, рассказали им, как настроиться, как не волноваться, как готовиться, как выполнять задания. Здесь много очень аспектов, их всех не перечислишь. Это и кропотливая подготовка учителей. А ведь около 10 тысяч работников образования будут принимать эти экзамены. Мы будем надеяться на то, что действительно экзамены. Крымские школьники в очередной раз докажут уровень своего образования. Господа, я благодарю вас за беседу. Валерий, Ольга, зрители, за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова